картофель в мешках с компостом или какой-нибудь органикой отличный вариант если у вас нет доступа к большому количеству оружия и это тоже интересно просто посмотреть что ты можешь получить из такого количества материала сколько картофеля положить поэтому мы собираемся изучить несколько различных вариантов в ходе этого видео которым мы будем постоянно возвращаться и так сейчас 20 апреля это очень хорошее время для посадки картофеля здесь у нас могут быть заморозки до середины мая это еще три недели и больше которые сожгут ботву картофеля это не убьет растение но отбросит его совсем немного назад если у вас получится плохой картофель еще кое-что что мы увидим позже видео это положить сверху немного больше компоста но я этого не буду делать иногда рекомендуется начинать почти с нуля и класть туда картофель что вы можете сделать но это довольно сложно потому что тогда вам придется хранить компост где-то в другом месте на самом деле я начинаю с совсем небольшого например в этом уже 40 литров это почти 9 галлонов я собираюсь посадить картофель довольно глубоко а потом посмотреть как он растет а если я увижу что картофель растет ближе к верхушке, то я положу сверху еще немного компоста, что на традиционном языке называется что-то вверх. Я сажаю по две картофелины в каждый мешок, и это моя собственная шарлотка. Это второй ранний сорт. И они довольно много болтают, как ты можешь видеть. На самом деле они слишком долго находятся в мешке, и это означало, что побеги или ростки, те же самые побеги, стали немного длиннее, чем мне бы хотелось. Но на самом деле это нормально для того, чтобы положить их в такой мешок. Поэтому я кладу по два в каждый мешок. И этот первый компост, компост для горшков, тот который я использую для размножения. Я знаю, что у него действительно хороший питательный статус. Там много полезных веществ, из которых наверняка вырастет большое растение. И я собираюсь посадить туда две семенные картофелины. Там примерно такой уровень. Довольно глубоко, потому что я оставлю достаточно места для большого куска дерева, я просто проверю это, чтобы развелись настоящие клубни. Сверху все это будет сильно расти, и я собираюсь передвинуть их и немного расставить рядом с забором, когда закончу, чтобы учесть это. Это стоит учитывать, если ты выращиваешь картофель в мешках. Это выглядит очень экономично с точки зрения пространства, но растениям нужно много места. В этом мешке содержится компост из зеленых отходов, как мы его называем, который является муниципальным компостом с местного компостного завода. И ты можешь видеть, что он тоже приятный, черный и немного более древесный, хотя и немного более древесный, чем компост для горшков Морланд Голд. Это двухлетняя щипа из биореактора Джонсона Сиу, на самом деле биореактора, за которым я ухаживал не блестяще, но он довольно хорошо разложился. Довольно старая щипа, непросеянная. Так что здесь все еще есть несколько довольно больших кусков дерева. И я не ожидаю, что на этом вырастет отличный картофель, но я могу ошибаться. Теперь у нас есть классический, хорошо сгнивший, старый, вероятно, годовалый коровий навоз. Не могу быть слишком уверен. Я получил его сегодня утром из местной конюшни. И ты видишь, что там все еще немного соломы. Лошадь постелена на соломе. Когда говорят навоз, подразумевается, что в какой-то момент речь идет о какой-то подстилке. И там приятно и тепло. Это первое, на самом деле очень интересно. Это одно из преимуществ таких мешков для быстрого роста. Ты можешь взять несколько, если они будут на солнечном свете, ты получишь более быстрый рост. Там довольно влажно и липко. Ты можешь видеть по моей руке, что с ней не так приятно обращаться, как с некоторыми другими, не в последнюю очередь с этой, которая представляет собой 4-мм просеянную древесную стружку. Это древесная стружка трехлетней давности, которую мы очень тщательно просеяли. На самом деле это заняло довольно много времени. И в других испытаниях, которые мы проводим с ней, она показывает довольно хороший результат. Так что я кладу туда две картофелины, и мне очень приятно засовывать туда руку. На ощупь она очень-очень мягкая. На самом деле из всех этих компостов это, наверное, самый приятный. Еще и потому, что 4-мм поверхность довольно мелкая. И это означает, что там нет кусочков дерева, в отличие от этого, который является моим домашним компостом, который потенциально или должен быть немного богаче, чем это вы могли бы подумать. И мы пропустили его не через 4-мм, а через 12-мм. Так что это примерно полдюйма. Так что это не так уж много. Теперь немного возникает вопрос. Это не то, что я называю научным испытанием, поскольку мы не являемся таковыми, не все параметры одинаковы. И то, что я еще и хочу показать тебе и поделиться с тобой, это вариации, признаки, симптомы и тенденции. И ты знаешь, чему мы можем научиться из различных качеств этого компоста. Это будет последний компост. Я пытаюсь примерно соответствовать этим размерам. Теперь вот это, посмотри, что я здесь нахожу. Это вьюнок и почва. Я оставил немного вьюнка сверху, просто чтобы подчеркнуть, что это почва от домохозяек. Вон там куча его осталась с тех пор, как мы выполняли какие-то строительные работы. В нем довольно много корня вьюнка. Так что это еще не конец света, просто будь осторожен. Я собираюсь положить его в компостную кучу. Сегодня утром, когда мы загружали им тачку, мы нашли совсем немного. И вот мы здесь. Картошка уходит так глубоко, как только я могу засунуть руку. На эту я насыплю сверху побольше земли. В данный момент я не хотел насыпать слишком много, отчасти из-за тяжести ее перемещения. И наконец-то у нас есть совсем свежий грибной компост. Когда я говорю совсем свежий, прошло около месяца с тех пор, как его доставили, и в этот момент от грузовика шел пар, и температура поднялась до 60 градусов по Цельсию. В другом испытании, которое мы проводим, растения растут не так хорошо. Но теперь, когда ему месяц, и вы можете видеть, что и с грибным компостом тоже такая белизна, это хороший признак того, что грибковое разложение все еще происходит. И я кладу картофель туда же в этот мешок. Есть еще одна вещь, которую я действительно сделаю, это полив. Проверь, чтобы они все полностью увлажнились. Как эта щепка, которую я заметил, не полностью увлажнена, на ощупь она действительно легкая. И я прорезаю в днищах этих мешков отверстия, как там, чтобы убедиться, что есть дренаж. Эти мешки с компостом теоретически должны были выпустить лишнюю воду, если компост станет слишком влажным, но сегодня утром я наполнил один из них водой. Очень мало воды вытекло, если таковая вообще была. Поэтому я режу мешки и делаю прорези, просто чтобы убедиться, что вода может вытекать. Это действительно важно. Ты же не хочешь, чтобы твой растительный мешок, как горшок, наполнился водой, и это просто приведет к гибели корней. Поэтому я позабочусь о том, чтобы вода, которую я даю, была правильной. Поливать буду в основном я, потому что даже если у вас будет немного дождя, он не будет падать на очень большую площадь поверхности, по сравнению с тем, если бы это было растение картофеля или два растения, растущих на большей площади. Вот мы и на месте. Увидимся снова в начале лета. Прошло уже девять недель с тех пор, как мы сажали здесь этот картофель, и ты видишь, что он вырос. Однако рост очень изменчив, и это то, что так интересно в этом. И я покажу тебе мешок за мешком через минуту. Я просто коротко скажу при знакомстве, что нас ждет один большой и довольно ужасный сюрприз. А также там, где некоторые из них растут немного слабо или немного желтеют, я собираюсь кормить, я кормлю эти мешки. Я только начал добавлять немного курицы в твои гранулы, потому что на этом этапе мы уже можем видеть, в каком из этих различных компостов недостаточно питательных веществ, чтобы картофель получил достойный урожай. Давай начнем с древесных миксов. Значит, это просеянная древесная щепа трехлетней давности, просеянная до четырех миллиметров, и с ней все в порядке. До недавнего времени это было самое крепкое на вид растение. Но теперь по цвету видно, что оно начинает увядать. И именно поэтому я положил немного этих гранул куриного помета. Сколько нужно положить? Честно говоря, это немного догадка, но я положил достаточно, чтобы просто покрыть поверхность мешка. А затем это постепенно впитывается. Они высыхают, когда ты их поливаешь. И здесь я сделал то же самое, но немного больше, для чуть более молодой, но не просеянной древесной стружки. Это двухлетняя древесная стружка, нарезанная чуть большими кусками. Посмотри на растение, оно не такое уж крепкое. Я не слишком надеюсь на отличный картофель там. Однако мы положили куриный помет, и у меня есть ведро немного, немного лучше, на самом деле моложе, не так ли? Но он более мелкий, и ему около восьми месяцев. Мы собираемся положить его сверху и посмотреть, какая от этого разница, потому что мы начинаем видеть, как одна или две картофелины приближаются к поверхности, но еще нет. Но это домашний компост из моей кучи, примерно восьми-девятимесячной давности. Хотя сейчас ему уже почти год. И это начиналось очень медленно. Это точно то же самое, что мы храним при испытании шпината в горшочках, но теперь он начинает выглядеть действительно крепким. И вы можете видеть по цвету, что у него хороший питательный профиль. Точно так же и этот, который представляет собой грибной компост, который также очень хорошо зарекомендовал себя в испытании шпината. И он тоже был немного медленным, конечно, по сравнению с этим. Так что ты можешь видеть, что на данном этапе это растение меньше, но гораздо более темного цвета. Так что мы посмотрим, как это выльется в картофель. Это производит на меня впечатление. Эта почва просто для того, чтобы сделать почву. И все, что я могу сказать, это то, что пока все идет хорошо. Справа от меня у нас есть зеленые отходы годовалой давности. Так что это компост с местного завода, который мы хранили целый год, прежде чем положить немного сюда. И он выглядит действительно крепким. Он был одним из самых крепких. И ты можешь видеть, как быстро он растет, потому как вялые листья на нем. Это показывает тебе, что я забыл заказать его сегодня утром. Но на самом деле это очень хорошо, потому что это указание при поливе, сколько вы их поливаете. И я был поражен, как мало мне нужно было их поливать. Я присматриваю за ними и поднимаю их, а это хороший знак. Если они кажутся очень легкими, это признак того, что им нужна вода. И, вероятно, не чаще двух раз в неделю. А поначалу я вообще не поливал их первые три или четыре недели, потому что они почти не росли, и шел небольшой дождь. Но когда идет дождь, воды попадает меньше в мешок, чем на почву. У тебя меньшая площадь поверхности. Так что с этого момента я буду поливать больше. Позади меня есть самое сильное растение из всех на данный момент, которое растет в компосте для горшков, золото марлона. Так что в этом нет ничего удивительного, что это компост для горшков. Но в то же время он рассчитан не более чем на месяц. Так что, опять же, я положил на него немного куриного помета. И мы собираемся положить еще немного компоста на довольно многие из них. Как вот в этом мешке, крепкий, растущий в компосте из зеленых отходов. Я просто немного порылся раньше и увидел картофелину совсем близко от поверхности. А это признак того, что сверху стоит положить еще немного компоста, и он тоже поддержит стебли. Последнее, о чем я не упомянул, очень разочаровывает и в то же время очень поучительно. Это конский навоз. И ясно, что в этом конском навозе содержится ужасный пиролит убийцы сорняков, вероятно, аминопиролит является активным ингредиентом. Я снял видео об этом. Я знаю из писем, которые получаю, что многие люди в этом году страдают от него. Это в продуктах из конского навоза, которые продаются. Этот пшеничный цвет распыляется на траву, которую лошади затем едят. Он проходит через лошадей, выходит в их навозе. Люди говорят, что это не вредит лошади. Сделай свой собственный вывод, но он находится в навозе и не исчезает до тех пор, пока не разрушится солнечным светом, а также почвенными микробами. Так что в таком мешке он вообще не разлагается. А эта картошка нет, посмотрим, на что она будет похожа через месяц. Мы собираемся вернуться через месяц, чтобы посмотреть на все это, и соберем окончательный урожай. И я думаю, это будет захватывающе. Так что я буду с нетерпением ждать встречи с тобой. Пять недель спустя это испытание всегда было интересным, и сейчас произошли некоторые кардинальные изменения. Посмотри на это, это компост из зеленого мускатного ореха годовалой давности, который явно закончил расти. Это компост для горшков, компост для горшков и контейнеров из шерсти и золота. Все идет хорошо. На самом деле он довольно сухой. Я замечаю это, когда поднимаю мешок. Но я уменьшил полив, потому что мы как раз собираемся собирать урожай. Мы собираемся показать тебе домашний компост, который выглядит крепким. Мешок для дров, мешки с дровами совсем позеленели с тех пор, как мы положили в него куриный помет. Это почва. Она вроде как выглядит нормально. Было бы интересно посмотреть, что там внутри. А посмотри-ка на этих всадников. Это, как мы думаем, эффект уничтожения сорняков. Мы посмотрим, есть ли там картошка. Не то, чтобы я хотел бы ее съесть. Это, возможно, выглядит самой сильной из всех с точки зрения роста верхушки. Это грибной компост, сделанный действительно хорошо. Так что мы будем опрокидывать каждый мешок по очереди, собирать картофель, складывать его в ведро с названием. Тогда мы взвесим их, вывесим эти гири и наполним мешки тем же компостом, хорошо полотимся, а затем положим туда растения лука-порея. Растения лука-порея им уже три с половиной месяца, просто чтобы посмотреть, я собираюсь, какая разница может проявиться до конца года. Это было так интересно. А я просто быстро покажу тебе фактические весы и урожай, которые мы получили, и произведу впечатление, которое я из этого извлек. Компост из биореактора, 0,42 килограмма, не так уж много, но картошка очень вкусная. И в этом компосте было несколько замечательных червей. Я бы сказал, что это все еще рабочий компост. Он еще не готов к выращиванию картофеля. Все это здесь, это моментальный снимок прогресса в производстве компоста на данном этапе. И некоторые из этих урожаев были собраны немного раньше, когда листья были еще зелеными. Почва. В почве тоже было немного куриного помета, но 0,785. На самом деле это неплохо для чистой почвы в мешке. Хотя с ней не так легко обращаться, она действительно тяжелая. Заметно, что более тяжелый мешок с почвой намного тяжелее компоста. Но если бы у тебя была только земля и все, что у тебя есть, это мешки, ты мог бы это сделать. Тогда мы получаем большой скачок, мы попадаем в среднюю категорию с гораздо более высокой урожайностью, и это гриб. Я думал, что гриб был бы больше, но против гриба мы сделали это слишком рано на самом деле. Он все еще рос очень сильно. Красивая картошка, некоторые из них еще совсем маленькие. Может быть, я недостаточно ее поливал. В первой части этого трана полив был очень слабым. В последнее время он был очень похож на сегодняшние 30 градусов по Цельсию и 86 градусов по Фаренгейту. И я думаю, что, честно говоря, я немного ослабил полив, но они ботва не увидали, но я мог бы поливать немного больше. Очень похоже на гриб, немного больше, чем это был домашний компост. Мой домашний компост 1,41. Вы можете видеть, какая хорошая картошка. Это что-то вроде молодого картофеля. Это все шарлотка одного и того же сорта. Когда они вырастут, их можно будет хранить. Я бы сказал, что на данном этапе их, вероятно, лучше есть в течение следующих нескольких месяцев, а в течение следующей недели или двух они будут довольно сладкими. Что у нас здесь? Да, это просеянная древесина 1,51. На самом деле, не так уж сильно отличается от двух предыдущих. Ты это говорил, больше средних и меньше маленьких. И по сравнению с этим у годовалых зеленых отходов, в которых было много маленьких, было немного тяжеловато в общей сложности. Это второе место по величине в общей сложности. Так что это годовалые зеленые отходы. К ним ничего не добавляли. Ты можешь видеть по черноте картофеля, что это тот самый темный компост 1,55 килограмма. И самое главное, на самом деле не стоит удивляться, но это хорошее подтверждение. Это компост для горшков от Мурланд Голд и довольно большой скачок, 2,1 килограмма и несколько картофелин хорошего размера. В этом испытании есть кое-что посерьезнее. Когда мы выращиваем шарлотку здесь в почве, они получаются немного крупнее. Но в мешках этого не ожидаешь. Да, это очевидно, это очень стоящий урожай. Пока все хорошо. Теперь мы собираемся узнать еще больше об этих различных компостах, повторно увлажнив их и пересадив лук-порей сегодня, 18 июля, в каждый мешок. Многозонный лук-порей, который был показан в апреле. И это будет видео продолжение, так что следите за ним.